Итак, всем шалом, друзья. Мы с вами продолжаем тему законы шаббата. Очень непростая тема, одна из тридцать девятого мелаха, называется «Законы выноса в субботу». И как все совпадает, да, мы с вами говорили, что существует четыре ршута, четыре владения, и тура, да, есть ршута яхид, частное владение, обнесенная ограда, есть ршута рабим, нельзя между ними носить, нельзя носить внутри ршута рабим больше, чем четыре амод. Да, говорили, что есть такое понятие кармелит, это все серые зоны, которые ни то, ни другое, но мудрецы сказали, что будем устражать и вести себя в них так же, как в ршута рабим. Говорили по макомптур, некое свободное место, столбик, да, который не является ни тем, ни другим, и его да можно использовать. Сегодня пойдет речь о том, как раз-таки, о эруве, и будем говорить про эрув, и будем говорить про то, что в наше время можно считать ршута рабим. Да, но прежде буквально несколько слов, несколько слов. Деврей Мусар, история, да, интересная такая, воодушевляющая история про один семинар, семинар шабатон, мы знаем, что люди приходят часто к Торе, да, они ездят на семинары на пару дней, вырываются, обстановки, знакомятся, что-то узнают. Семинар был очень строгий, собрали деньги, абсолютно бесплатный семинар, но при одном условии, люди, которые на него приезжают, соблюдают шабат. Они прямо нам сдают телефоны и обязуются, то есть они подписывают, что я действительно приезжаю от начала шабата до конца, я шабат соблюдаю. И специально подбирают таких людей, конечно, которые, да, шабат не соблюдают, или подбирают молодых, которые родители отправляют, которые, может быть, не очень себя хорошо ведут на эти семинары, и проходит семинар великолепно, все хорошо, но в самый разгар семинара Рав замечает после урока девушка, девушка сидит, плачет, да, что случилось, почему ты плачешь. И она говорит, вы знаете, я вообще просто, наверное, такая неудачница, меня всевышний ненавидит. Он говорит, что такое говоришь, как ты можешь такое говорить, что произошло. Она говорит, я вот в кое-то веке решила, все взяла на себя, я буду соблюдать шабат. И вот сейчас мне с решепчем подошли, сказали, что звонят из больницы. Моя мама, моя мама находится в очень тяжелом состоянии и уже некоторое время. И вот она сейчас, она сейчас в больнице и при смерти. Мне говорят, приезжай, приезжай к маме, мама при смерти, да, если хочешь успеть попрощаться. И я понимаю, что это мой первый единственный шабат, который я хотел соблюсти и не дает. Не хочет всевышний мне давать этот шабат, мне надо ехать, надо видеть маму. И тогда этот Рав понимает, говорит, нет, ты знаешь, что ты должна, ты взяла, ты должна этот шабат соблюсти. Шабат, да. Она говорит, что значит, как это так, что. И тогда этот Рав бежит и приводит ей как бы главу семинара. Он был просто один из преподавателей. И приходит глава семинара, большой толмит хахам. И он просит его, я прошу вас, прошу вас, эта девочка, она должна, она не должна, она должна быть до конца шабата. И Рав приходит и начинает ее убеждать, слушай, останься. Она говорит, что значит, останься. Вы мне гарантируете, что моя мама не умрет до конца шабата? Вы представляете, что будет, если она меня не дождется? Я же, как я буду с этим жить? И Рав поворачивается, он, конечно, Рав, Рав, но как он может такое обещать? А этот ему говорит, прошу тебя, просто сделай это, просто сделай это, пусть она как бы, да, на шабат, она должна остаться на шабат. И тогда Рав ей поворачивается и говорит, слушай, говорит, да, бесхуд твоего соблюдения шабата Всевышний сделает так, что твоя мама тебя дождется, оставайся, оставайся до конца шабата. И ей очень непросто, это большое испытание, ну, просто, да, первую субботу человек хочет соблюсти, и у нее такое испытание, она на иголках, но она ничего не нарушает, она дожидается, она делает Авдалу, все как положено. И сразу после Авдалы такси, и она едет, и она приезжает, и, о, чудо, мать жива, но мать в коме, она, на самом деле, в коме уже, да, некоторое время. И она подходит, и она плачет, она берет маму за руку, она плачет, мамочка, вот как ты хотела, как ты хотела, ты не поверишь, говорит, я, я, я сегодня, говорит, был мой первый шабат, соблюдала свой первый шабат, первый шабат в жизни, и я так рада, и, знаешь, что еще мама, я решила расстаться с парнем, у него парень тоже был там, да, не вред, тоже, когда история такая была, араб вообще, и я, говорит, все, все кончено, говорит, мама, я, говорит, я делаю шиву, я как ты хотела, я помню, каждый раз, когда ты молилась, шабатные свечи, как ты плакала, как ты плакала, просила Всевышнего, да, чтобы твои дети, твои дети тоже вернулись, тоже соблюдали Святую Субботу, и вот я могу тебя, и вдруг, вдруг, мама открывает глаза, сжимает ее руку, смотрит на нее, а это достаточно странно, потому что, как бы, медсестры, которые были в этот момент в палате, они просто опешили, да, такого вообще, как бы, это нереально, она была, она была в коме, люди вот так просто из комы не выходят, они выбегают из палаты, бегут за врачом, человек вышел из комы, что делать, немедленно ситуацию взять под контроль, а мама поворачивается и говорит, дочери, дочка говорит, я, я, говорит, ухожу, я, говорит, поднимаюсь в Ганеден и знай, говорит, то, что ты сегодня, говорит, выдержала испытания и довела, говорит, шаббат, это твой первый шаббат, и ты ничего не нарушила, ни одну работу не сделала, что это, это меня, это весь мой суд, говорит, меня все это время судили, все, говорит, перевернулась, говорит, с ног на голову, говорит, и теперь, говорит, я поднимаюсь в Ганеден, да, дочка, я тебя люблю, с этими словами, да, уже заходит врач, уже все заходят, ее мама благословляет ее перед смертью, да, и уходит, уходит в лучший мир, и мы знаем, мы знаем с вами, что шаббат, да, мы изучаем законы шаббата, это центр, это на самом деле одна из самых, да, основных, написано, кто соблюдает шаббат, соблюдает, как будто бы все заповеди Торы, да, и поэтому, да, как бы человек далеко не ушел, как говорил Хофетсхайм, что если ты приходишь в магазин, и магазин закрыт, ты не говоришь, что магазин там лопнул или разорился, ну, наверное, закрыт, хозяин отошел, но если даже ты видишь, что там какой-то ремонт идет, или пыль уже есть, пока висит вывеска на магазине, то есть есть еще надежда, что, видимо, идет какая-то реновация, что-то там делается, но он еще откроется, но как только снимают вывеску с магазина, значит, это уже все, поэтому еврей, который соблюдает шаббат, шаббат, это та самая вывеска, пока он все еще соблюдает шаббат, он держится, он старается, да, держать шаббат по всем законам, за хорды, шамор, соблюдать его, не нарушать его, как будто бы на нем еще есть вывеска, это с собой, то есть вся надежда, все может, шаббат один может перевернуть все, как важно, да, укрепляться в заповеди соблюдения шаббата, и говорят наши мудрецы, кто не учит законы шаббата, почти наверняка он его нарушает, да, законы шаббата, они многогранные, они многочисленные, и поэтому необходимо, даже если вы знаете законы, постоянно, постоянно укрепляться, повторять, обновлять у себя в голове эти законы. Окей, давайте сегодня у нас будет, как раз Дима присоединился, да, будет у нас такое немножко, будем говорить про то, что такое общественное владение, и заодно, как бы, да, тоже будем говорить теорию, то есть почему, что, как. Итак, что касается Аллахи, вообще связанной с законами перенесения предметов из одного владения в другое в шаббат, это Динео ЦА, то есть переноса, наиболее актуальным для нас является вопрос, да, можно ли рассматривать улицы городов, мы об этом вчера говорили, а вот Лялин переулок, Барашевский переулок, Подсосинский переулок, не Садовое кольцо, а обычной дороги, представимой Рува, нет, обычные, да, переулки, как общественное владение, согласно Торе, или же они считаются общественным владением только согласно постановлению мудрецов, и тогда все это кармелит, да, и как мы, да, мы забежали немножко вперед, объяснили, а если это кармелит, то это совсем другое дело, тогда ради митсвы, мы сказали, можно носить в этих местах, даже без Рува, если ты не проходишь более четырех Амод, то есть три шага, стоп, три шага, стоп, три шага, стоп, и многие другие, да, различия, то очень сложно, да, так, по определенному, то очень сложно превратить их в одно, да, если это Рашу Тарабим по Торе, то превратить это в частное владение очень сложно, нереально, то есть Садовое кольцо перекрыть, вот Рававнер сделал невозможный, да, а сделать из Лялинного переулка, сейчас мы увидим, из кармелит частное владение гораздо проще, да, как мы говорили, в Израиле, как и во многих странах религиозных, весь город обносят забором, установить двери в Суратопетах, во всех воротах, и закрывать их на ночь, а если такой ограды нет, то в современных населенных пунктах запрещено переносить предметы по субботам, но, но, если улицы современных населенных пунктов имеют статус кармелит, то есть Лялин Переулок, Борошевский, все вот эти вот улочки, кроме Садового кольца, а не лишь кармелит, то есть они являются общественным владением только по мудрецам, то можно сравнительно легко превратить все это в частное владение, то есть сделать эрув, да, как это работает, вы сказали, что эрув помогает только против запрета мудрецов, невозможно, мудрецы не могут придумать какую-то там хитрость, чтобы закон Торы отменить, это невозможно, но что, свои устражения, которые мудрецы ввели, чтобы оградить человека от нарушения законов Торы, вот эти свои устражения мудрецы сами же могут отменить при определенных условиях, например, если ты делаешь эрув, они больше не боятся, да, что ты будешь помнить, ты не будешь путать теперь Лялин Переулок и Садовое кольцо, ты знаешь, что у тебя Лялин Переулок огорожен определенным образом. Итак, для этого достаточно соорудить вокруг города или поселка символическое подобие ворот, и обнести его столбами, между которыми натянута веревка, благодаря чему между каждым двумя столбами образуется форма, подобная ворота. Что такое ворот? Это два столба, а если сверху хоть что-то, да, даже веревка, то это уже как бы как вход. Но прежде всего напомним, что субботние запреты основываются на тех видах, на тех мелоход, которые применялись при строительстве Мишкана, передостного храма. Получается, в шаббат Тора заповедовала нам... Да, да, сейчас, спасибо большое, конечно, посмотрю, потому что я не вижу. Так. Семико здесь. Итак, Семи. Семи, подключился, Семи? Альберто. Мазальтов, брат, Мазальтов, от души, брат. Так порадовался. Варуха Шем. Спасибо, брат, спасибо. Всего, брат, самого счастливого ему в жизни, брат. Желаю вам, как родителям, тоже. Семи поздравляем, я тоже поздравлю. Спасибо, спасибо. У Альбертика родился сын, наконец-то, Баруха Шем. Мазальтов, мой брат, Мазальтов. Хоть почувствую, каково это будет. Да, вы знаете, каждый раз, как первый раз, я вам так скажу. Четвертый. Скоро будет своя футбольная команда, будем закрывать. Баруха Шем, все прошло легко. Поздравляю, Мазальтов, Альберт, Мазальтов. Слава Богу. Не без нашей заслуги, не без нашей учебы работает. Это большая заслуга. Роберта тоже поздравляю. Да, Роберта тоже. Наконец-то Роберт стал дядей. Да, почувствую. Ой, золотой. Все, кто в Москве, всех очень ждут завтра вечером. Без рата Шем, если ребенок, да, он вроде бы отлично, все, не желтенький, ничего. Очень приятно, ребят. На второй день обрезание не делают, брат, тормози. Не, ну, в следующую следовую из рата Шем. А завтра Сиум, Сиум. Сиум. Все, кто по спецу присоединялись. Сэмми, можешь на личном джеке тоже присоединиться, ничего с тобой не слышать. Ты в Москве, Сэмми? Нет, брат, но прилетаю, как Альбертик сказал, на личном джете. В сопровождении истребителей. Работай, очень рад, очень рад. Но мы остановились на самом интересном. Мы говорим про то, что есть большая разница между Кармелит и Решуторабим Минатура. Что такое Решуторабим Минатура? Да, что вот наши все переулки, кроме Садового кольца, пока оставим его, да, они на самом деле, сейчас мы его знаем, у них статус Кармелит. То есть в них запрещено переносить по мудрецам. А значит, есть много облегчений. Например, ради митсвы можно, Декатхила, использовать лайфхак, который мы обсуждали на прошлом уроке, носить предмет по три шага и останавливаться. В Решуторабим Декатхила так делать нельзя. Только бедьяват, если ты идешь, и у тебя супер там паспорт, там важный документ, который ты не можешь выбросить, и раз ты на Садовом кольце его нашел, мы сказали, можно полагаться на это, да, по три шага, стоп, три шага, стоп, донести до Ирува. Альберт, а я что-то, походу, пропустил, а ты вот, вот то, что ты сейчас говоришь, ты можешь опустил? Вчерашний, вчерашний, вчерашний мы говорили мощно, брат, про эти вещи. Но давай мы сейчас тоже будем их разбирать, мы вскоре все это упомянем. Но прежде всего, да, вспомним, что все запреты шаббата, они связаны с мелоход в храме. То есть откуда мы, это вообще работа есть, да, переносили, были разные владения в храме, и тоже были определенные переносы. В субботу Тура заповедовала нам воздерживаться от работы, имея в виду, что мы будем воздерживаться от выполнения работ, которые применяли сыны Израиля, Бне Исраэль, при строительстве Мишканова, Мидбар, в пустыне. Таким образом, закон об общественном владении, что такое вот этот Ршут Арабим, тоже основан на реалиях жизни сынов Израиля в пустыне. Вот мы говорили критерии, да, минимально там должно быть 8 метров, 16 амот, ширина дороги, 600 тысяч человек должны проходить, да, не должно быть никаких огороженных, да, там, перегородок. Откуда все это? Это все по аналогии того, как это было в пустыне, когда евреи были там. Ширина главного тракта в стане сынов Израиля в пустыне составляла 16 локтей. Это где-то 7,3 метра, да, то есть это 7 метров 30 сантиметров в ширину. Поскольку эта дорога, да, в стане Израиля была спронирована так, что на ней могли разъехаться две телеги, на которых перевозили часть из Кении. Это все очень важно. То есть, да, там шесты выпирали, и мечтают, разбирают прямо, какая это была телега, сколько из нее выпирало, какой она была ширины, что значит они вдвоем, сколько должно быть между телегами, чтобы они там случайно не соприкоснулись. Но в итоге, да, все подводит итог. Исходя из этого, только если ширина улицы в населенном пункте составляет не менее 7,3 метра, такая улица может считаться Ршу-Тарабим-Паторе. Однако, если этот переулок еще уже, да, то уже не может. То есть, самое главное мнение, что это ширина. Вот какой ширины дорога не огороженная, вот это как бы уже определяет Ршу-Тарабим или нет. Мы говорили с вами, что Ешумрим, что еще один критерий, что по этой дороге должно проходить не менее 600 тысяч человек в день. Человек в день. И поэтому мы говорим, что Садовое кольцо, скорее всего, подпадает. Там поток как бы есть, пробки есть. Там действительно как бы, да, в таком мегаполисе, как Москва, можно говорить о таком числе проходящих по дороге. Но есть мнение, что любые улицы и рынок, или вообще улица, или рынок, ширина которых составляет 16 тома, и по которым проходит множество людей, уже считается общественным владением по Торе. И не имеет значения, сколько именно людей проходит за ними в день. Все это общественное владение, это большая улица, это площадь, там это рынок. Окей, там у нас это не Москва, может быть, но да, если эта дорога достаточно широкая, и по ней проходит много людей, то как бы те, кто устражают, говорят, что все, это уже шутер Абим по Торе. Теперь даже, я не знаю, вот наш, если даже там наш казенный переулок взять, там наш Лянин переулок и замерить его, будет ли он, мне кажется, 7 метров, он будет 7 метров, нет? От дома до дома. С учетом пешеходного перехода. Потому что он стоит на бордюре, бордюр от земли, наверное, сколько? Тефах? Не 3 тефаха, точно. 3 тефаха, сколько мы сказали с вами 3 тефаха? Это у нас 27 сантиметров, да? Сколько мы сказали? Какой тефах? Какой тефах? Да. Нашли 10 метров. Сой фех, в размер. Да. Тот же махов, сколько рыбиней, сколько лет. Да, да. Так вот, согласно этому мнению, эрувы, которыми в наше время обносят города целые, весь Израиль в эруве. Мы вчера говорили о том, что, да, Ялкут, Йосеф, Сфарадим устражают, вы представляете? То есть, можно пользоваться эрувом, но когда мы говорим о таком эруве, как в Израиле, где там везде эрув, да, то есть такая шида, что он говорит, что, да, пусть тут праведника будут глаза на голове, то есть, желательно, просто так пусть этим не пользуются, представляете? Просто так пусть этим не пользуются, пусть Толит оставит в синагоге, все, что может оставить, грамотно продумает или оденет его на себя утром, да, то есть просто так пусть вещи не переносит. Наше время, да, так вот, касательно таких эрувов, как в Израиле, которые представляют собой подобие ворот, не решают проблему, так как в современных городах есть улицы, чья ширина превышает 16 амот. То есть, ты взял там, огородил город Тель-Авив. Окей, но в этом Тель-Авиве внутри есть жилы, которые больше, чем 16 амма. Понимаете? Да, недавно, вот, может быть, Равав нам раскроет секрет, как он смог садовое кольцо в арув поместить, да? Но по идее... Да, я готов, что буду учиться вместо того, что я написал, целую статью, которую она... Кроме того, он намажет, в Куралесе Азеи. Про эрув. Да, про эрув. Почему сегодня садовое кольцо можно сделать эрув? Смотря на то, что там миллионы будут, конечно, гораздо шире. Очень интересно, Рававнер. Вот Рававнер прилетит к Байзаташем на следующей неделе, и мы подумаем... Могу отправить этого карту, если вы хотите подготовиться к документу. Это там разделается, я вам скажу... Там целая книга, Кодоран. Четвертый раздел относится к этому. Почему? Для всех, пока министатус обезболиваются. И Цуата Петах тоже сам не очень нравится. Это тайна, вот мне очень интересно. Это так меняется. А скоро будут. Потом, на следующей неделе, мы увидим, что мы будем учиться. С удовольствием. Байзраташем. Сиятува. Дерек шалам кударам. Да, ну вот раскроет нам Рававнер секрет, как он умудрился садовое кольцо закрыть в эрув. Потому что на самом деле Рашюта Рабим разрывает эрув. Еще раз, эрув, это как бы, да, по мудрецам, он может помогать только против запретов, которые самые мудрецы ввели. То есть, по идее, по Торе, если у тебя есть переулок, который закрыт с трех сторон. Дом, дом и здесь тоже дом. Это тупик. Но одна сторона открыта на Рашюта Рабим. Мудрецы запретили здесь носить. А если ты поставишь Мавой или Лехи, да, это специальные такие, да, отметки, что здесь заканчивается дорога, дальше носить нельзя. Мудрецы говорят, о, этого достаточно. Мы уже не переживаем, что человек что-то вынесет. И поэтому мы отменяем свой запрет. То есть, все эти вещи работают там, но на самом деле по Торе тут и так можно носить. Только в этих местах работает ИРУВ. Да, но если в городе, который обнесен ИРУВом, не частично аккуратненько, как у нас, а весь город обнесли ИРУВом, но он изрезан шоссейными трассами, то тогда, исходя из этого мнения, следует также добавить, если в городе есть улицы, ширина которых составляет более 16 амад, то ИРУВ в виде вот этого ЦУРАТА ПЕТАХ не решает проблему. И на более узких улицах этого города, поскольку если на территории, обнесенной ИРУВом, в виде ЦУРАТА ПЕТАХ, есть пространство, имеющее статус РШУТА РАБИМ, согласно Торе, это аннулирует весь эффект ИРУВа в виде подобия ворот. То есть, ЦУРАТА ПЕТАХ, вы представляете? И поэтому из ложного здесь мнения продерживаются РАБАМ, РАБЕЙНУТАМ, РАМБАН, РАЖБА и многие другие законоучители. Да, поэтому очень нам интересно, да, я уверен, что Хуадар Авна разделился на высочайшем уровне, хотя, видите, ХАБАТ как бы, да, устражает, ИРУВом не пользуется. Может быть, мы и поймем, хотя на самом деле мы должны знать, что у нас ИРУВ в Москве, Барухашем, да, приезжали супер-мега-специалисты по ИРУВу и восторгались Рававнером, как он все сделал, что и Сфарадим, и Дьяшкиназим вообще не проблема, то есть пользоваться ИРУВом в Москве. Альберт, а в Израиле как получать, что в Израиле, когда города в ИРУВе, а вот этот Решут Аравим нету, что ли, или как? Представляешь, вот пишет Ялкут Йосеф, смотри, что он пишет, вчера этого фильма, он пишет, что Улай, он пишет, да, да, есть ИРУВ, и многие полагают, что это ИРУВ, сделает ИРУВ, и переносит, и все без проблем, но улам, однако, правильно и подобающе изначально опасаться мнения, которых мы сейчас сказали, Рамбама, Рана, Ражба, Тара, Бейну, Тама, да, гигантов, Торы, Рамбана, которые говорят, что что в наше время есть такое понятие, Рашутор, Абимми, Деурайта, и улица, которая шире, она 16, а вот это уже Деурайта, если она общественная, и не нужно вот этих 600 тысяч, даже не обязательно, и знать, что он разрывает ИРУВ, и для этого ИРУВ не поможет, и пишет Ялкут Йосеф, и если, говорит, ты мудрец, у тебя глаза должны быть на голове, глаза, они у всех на голове, что имеется в виду, в голове, то есть ты должен видеть наперед, если ты хахам, что в чем мудрость, мудрость, чем более мудрый, тем больше он считает шагов вперед, да, хорошим шахматистом считает на 6, на 4 шага вперед, уже молодец, да, там супер шахматисты там на 7 шагов, на 10 шагов вперед там считают, это хахам, поэтому, говорит, считай вперед, и поэтому Янех, это талитва от Фахимбера, Шутер Абимбе, и так далее, остав свой тфилин в шаббат, уже в синагоге, наверное, в шаббат, в пятницу, чтобы тебе не нужно было его переносить, да, или же одень его на себя, когда пойдешь утром в синагогу, и так далее, вы знаете, он какие вещи пишет, что лучше говорит, полагаться в этих больших городах на талит, так, желательно, да, не носить просто так, но есть и другое мнение, вот, как бы на это мнение мы полагаемся облегчая, исходя из того, что в Стане, да, сынов Израиля, в пустыне, было 600 тысяч рибо, шишим рибо, спасибо, спасибо, очень жду завтра, завтра сиум, вечером, в 7 вечера, я думаю, для мужчин мы сделали, просто физически, да, да, мужчина мужская компания, сделаем от души, а там уже будет, шишим рибо, так, в пустыне их было 600 тысяч человек, поэтому, все должны были ходить в скинью, чтобы принимать участие в ее строительстве, и слушать Тору, Изус, Моша и так далее, то есть, использовали эту большую дорогу, но 600 тысяч человек, получается, что общественным владением может считаться улица или рынок, ширина которых составляет не менее 16 тома, и по которым за день проходят не менее 600 тысяч человек, это тоже часть неотъемлемая, то есть, эти ешум рим говорят, погоди, это мало только 16 метров в ширину, да, именно по ней каждый день евреи ходили слушать Моше, то есть, 600 тысяч человек про ней проходило, и это неотъемлемая часть, а мы должны делать так, как было, то есть, темы на ход запрещены, которые в Торе, при строительстве Мишкана, если же по ним проходят меньше людей, то эта улица или рынок имеют статус кармелит, они решат рабим по мудрецам, и не более, так считает Бааль, Аллахот, Гдолон, Бааг, Раши, Сефер, Митсвот, Гадоль, Смаг, Рош, Великий, и многие другие, то есть, да, Баруха Шем, есть, есть на кого положиться здесь тоже, но обратите внимание, больше Сфарадим на той стороне, да, на стороне устрожения, не зря Алкоти Сеф так пишет, тут и Рамбам, и Рамбан, и Рожба, только один Раббейн, ну там, вай, вах, вах, да, то есть, да, среди Микелин, понятно, что там, Раши, Смаг, Багаг, Рош, знатоки ашкенадской сефарской традиции, но как бы там ни было, некоторые законаучители объясняют этот подход так, даже если по этим улицам не проходят за день 600 тысяч человек, но если время от времени по какой-нибудь, в какой-нибудь день там проходит столько людей, это место считается Ршу Тарабим, ведь и в Стане Сынов Израиля, в пустыне тоже не каждый день все мужчины проходили по главной улице, там, не знаю, какие-то праздники, например, да, такого не было, на практике только в таких огромных мегаполисах, как Нью-Йорк, Мехико, или Москва, конечно, по которым за день проходит 600 тысяч человек, а в обычных городах даже больших таких улиц не бывает. Получается, то есть даже в Израиле, получается, в чем можно облегчить, что да, есть такая улица, где, я не знаю, там в Тель-Авиве может быть, где в какой-то праздник, я не знаю, марафон, и там реально куча народу идет, но в большинстве городов очень редко в улицах реально собирает такое количество людей, а значит, исходя из этого времени, в обычных городах нет территории, в принципе, у которой есть статус Ршут-Арабим, и согласно Торе, все улицы в них считаются кармелит, то есть да, это просто запрещено по мудрецам там носить, как в Ршут-Арабим, но на самом деле не по Торе, в таком случае по ним разрешается переносить предметы в Шаббат, если город обнесен Ируфом, потому что Ируф побеждает, кармелит легко, но Ршут-Арабим вообще не может. В этом виде, да, Сурада Петах помогает, на основе этого мнения общественным владениям, согласно Торе, могут считаться главным образом шоссейные дороги между... А не априори считаются, или надо каждую шоссейную дорогу еще определить его статус? Или все, мы видим, опа, шоссейная дорога, все? Он говорит, если это не мегаполис, по определению это не Ршут-Арабим. Даже у тебя огромная шоссейная дорога. Ну что это там? Что это там? Нетания, что это там? Это, ну, не собирает нас. Нет там шестьсот тысяч человек в день, нет такой проходимости. То есть мы идем все-таки по мнению, где должно быть шестьсот тысяч, да, то есть мы идем по этому мнению. Нет, вот Ялку, вот как раз-таки Ялку Тьосеф, и мы видим, что больше Сфарадим на другой стороне, брат. На стороне, которые говорят, что нет, Рамба, Сфаради, Рамбан, Рожба, Ирабейну там. Просто тиранозал, это просто высший. А против, которые говорят, что не, вот облегчают, которые говорят, что в обычном городе вообще нет такого понятия, как Рошу Тьорабим, это тоже великаны. Баг, Раши, Смаг и Рош. Не, Рош, это я услышал, а вот в итоге. Ялку Тьосеф говорит, что нужно опасаться мнения Холким. Ну, опасаться по мнению Холким, это равносильно, что мы говорим, что нету городского Ируха. Да, он говорит, Рауи Венахон, он говорит, запрещено, брат, он говорит, Рауи Венахон, быть хахамом и оставит Талиф в синагоге. Ну, окей, это получается, в Москве не ходи на Ирух, не полагайся. Нет, в Москве у нас высочайший. Хватит, брат. По всем мнениям. Да, 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 да. Но это же мегаполис. Даже для Сварадим. Даже для Сварадим. Ну, хорошо, что Садового кольца нет, трасс нет. Я не знаю, Рававнер, я попрошу его, Бейзрата Шем, Рававнер, он написал книгу по этому поводу, которая стала бесселемной, сейчас. Там два человека в мире могут его прочитать, но бесселлер, то есть как бы он объясняет, каким образом то, что он сделал. Да, и вот только что он уходил, пообещал, что мы Бейзрата Шем, может быть, даже в рамках нашего занятия попросим Рававнера коротко просто объяснить, как он этот, как он смог в Москве Садовое кольцо обнести Рубом. Это он не знаю, даже честно говоря. Но вот, пожалуйста, для этого нужно... Он же объяснял, он же объяснял. Он учел в РУ советский кабель, который идет по всем сталинским домам, который очень прочный. Он его просто признал РУ, и все. То есть мы не боимся, что это может порваться, нитка может уйти. Он провел работу. что естественный ландшафт, что там идет Москва-река, которая, видишь, как бы разные из этих, и идет железная дорога, и только часть Садового кольца из-за естественного ландшафта, там больше десятиомот, перепад вниз, как ров такой, создает вообще отдельную территорию, отдельный ршут. Мы как на острове. Короче, не знаю, я думаю, Раваннер объяснит, попробует во всяком случае. Но, так или иначе, есть кому полагаться, что вообще не парится. То есть, как бы, если ты не в Нью-Йорке, не в Мехико, не в Москве, то вообще, как бы, все, у тебя есть Терув, и просто, как бы, вот это второе мнение, что, ну, просто теоретически даже не может быть ршут Рабим, даже на главном шоссе. Но, есть, которые спорят, и Ялкут Йосеф в итоге посек, он Махрия, он говорит, лучше говорит, Рауи Венахон опасаться мнения Холкин. Теперь, Митсад Рауи Венахон. Рауи Венахон. Правильно и поочерительно. Окей. Да, но мы, которые живем в Москве, это, на основе этого мнения, общественные владения, согласно которые могут считаться главным образом, да, шоссейные дороги междугороднего сообщения. Видите? Да, то есть вообще, поэтому мнению облегчающему, только вот какие-то шоссейные дороги междугородние, где есть перегрузки, пробки, там доставки, там огромный, там идет поток. Ведь поскольку по ним проезжают все люди, а не только жители одного города, они считаются общественным владением. Даже если по ним не проезжает 600 тысяч человек, видите, сколько вводных, оказывается шоссе, то есть соединительное между двух городов. Шоссе, оно даже, если не по нему не проходит 600 тысяч человек, будет считаться Рашут Рабим. Потому что, да, по нему как бы, ты только не один город берешь, рассматриваешь, а несколько. Это междугороднее, поэтому она автоматически считается Рашут Рабим. Но давайте немножко на практику, у нас две минуты, немножко поговорим про практику. На практике, без мана зе, в наше время большинство евреев следует мнению тех авторитетов, которые толкуют закон в легкую, в облегчение и переносят предметы в шаббат на территории городов, обнесенных Ирувом в виде цурата петах. Однако, возникает один вопрос. Поскольку половина поским придерживается более строгого толкования закона, как мы сейчас объяснили, это реально половина. Просто разделились реально пополам. И даже Шульхана Рух как бы приводит и то, и то. А Ешум Рим, что 600 тысяч. То есть, вот эта половина, как решить, кто из них. И полагает, что Ирув в виде цурата петах недействительна в современных городах, в которых есть улицы 16 Ама. Как возможно, чтобы большая часть евреев поступила согласно менее облегчающей версии? То есть, как? Как, если есть такие титаны, которые говорят, что нужно устражать? Это шаббат, это шаббат. То есть, если где-то и нужно устражать, так с шаббатом. Как может быть, что народ Израиля принял как бы более легкую версию? Ведь человек идет о сомнении, возникающем в отношении запрета Торы. А мы знаем, что у нас правило. Сафек деорайта лехумра. Лехумра. Это терабанан лекула. Но деорайта лехумра. А мы говорим про Рашута Рабим. Мина Тора. И известно, что в таком случае придерживаются более строгого толкования закона. На это можно дать простой ответ. В редких случаях, когда мы имеем дело с запретом, в отношении которого очень трудно следовать более строгому толкованию закона, в народе распространяются обычаи, соответствующие менее строгому подходу, хотя речь идет о законе Торы. И действительно, в отношении запрета ОЦА очень трудно следовать более строгому подходу. Ведь в противном случае в субботу запрещено, выходя на улицу, в классе карман любой предмет, носовой платок и тому подобное. Так как порой это крайне необходимо. Кроме того, семьи с маленькими детьми не смогли бы, я на самом деле просто настолько благодарен Раванеру, это земля и небо работа. Это ладно, я читал письма, люди писали в Москве, они просто, для них шабад это была каторга. Летом бесконечно они сидели там с детьми на голове в комнате, они могли выйти из дома, они могли выйти просто из квартиры, никуда не могли дойти. Прям и соблюдение шабата было просто реально каторгой. Супер, людям было очень тяжело. Ко мне гости ходили постоянно напряг, с детьми не придешь, не уйдешь, некуда-то, постоянно кого-то просить как-то. Очень-очень было все непросто. И действительно, это тяжело. Поэтому бывает так, что когда народ Израиля, то есть Минаг, потому что было запрещено переносить по общественному владению ребенка и коляску и также вещи необходимые для ухода за ребенком, исходя из всего этого, поскольку половина все-таки поским считает Лекула, что можно придерживаться менее строгого мнения, в этом случае полагаются на их мнение. Следует также добавить, что в действительности мнение поским о статусе Ршу Тарабим в современных городах не делится строго поровну, так как необходимы еще несколько условий для того, чтобы территория получила статус Ршу Тарабим. Если учитывать и эти условия, которые Раванер знает наверняка, то получится, что по мнению большинства запуском улицы современных городов не являются Ршу Тарабим, согласно торе, а значит, Эрув в состоянии вместе с Суратопетах решить проблему. Во-первых, по мнению некоторых авторитетов, улица получает статус Ршу Тарабим согласно торе, только если она пересекает город из конца в конец. Вы поняли? Это называется Амешулаш, Маво Амешулаш, Мэфулаш. То есть он открытый, переулок открытый с двух сторон. А если у тебя сетка, как в Нью-Йорке, да, Авеню и Стрит, или даже как в Москве, то есть она ее пересекает другие дороги, то она как будто бы сама себя схлопывает внутри. И то есть да, то есть по мнению некоторых авторитетов улица получает статус Шурабим только если как бы есть шоссе, вот эта улица, она пересекает полностью. Улица, которая получается, знаете как, соединяет Садовое кольцо. Вот да, у нас мэр, да, властинник колец, у нас Садовое кольцо, у нас Бульварное кольцо, у нас Третье кольцо, МКАД кольцо, там, бетонка, кольца. Так вот, если от кольца к кольцу идет прямая дорога, соединяя них, эта прямая дорога станет Ршут-Рабим. Если же она хоть немного искривляется, то ее уже нельзя считать общественным владением, согласно Торе. Вы видите, уже в большинстве мест такой главной улицы не существует, а значит в них можно положиться на урув в виде Цурата-Петах. Кроме того, некоторые поским полагают, что поскольку в современных городах все улицы, вот то, что я говорю вам, пересекаются друг с другом, считается, что все они как бы обнесены оградой с трех сторон. А это уже рассматривается как Ршут-Рабим не может рассматриваться как Ршут-Рабим по Торе. Помните, я начал с чего? Что если у вас есть переулок с трех сторон обнесенной стеной, по Торе там вообще можно носить, вообще ничего не нужно. Мудрецы уже огня опять опасаются, лехи там мавой, какая-то пометка, что заканчивается, где и так далее. Но согласно Торе это не Руф, это вообще не может быть Ршут-Рабим. И Руф в виде Цурата-Петах решает проблему. Так считает, например, Аруха Шурхан и Хазон Иш. Существуют и другие доводы в пользу менее строгого толкования закона, как объясняется примечание. Поэтому, поверьте мне, Гававнер знает, что делает. И получается, если учесть все подходы по ским вместе взятые, то получится, что по мнению большинства по ским, то есть не поровну, как мы сказали, только великанов перечислили и только по поводу 600 тысяч человек. Нет, если брать всех по ским, великих по ским, Хазон Иш, да, Аруха Шурхан и так далее, но как бы более поздних, то получится, что по мнению большинства по ским улиц современных городов имеют статус кармелит, а по ним можно переносить предметы в шаббат, если обнести Херувам в виде Цурата Петах. И все же, все же, все же, по мнению большинства по ским, поскольку речь идет о сомнении, возникающем так и в отношении запрета Торы, изначально лекатхила, то, что говорит Ялкут Йосеф, желательно, слышишь, Сэму, то есть вроде как все можно, да, но опять, как он говорит, изначально желательно придерживаться более строгого толкования закона и не полагаться на Ируф да, в виде Цурата Петах, там, где есть улицы, ширина которых превышает 16 ама, 7,3 метра, то есть стараться все-таки переулочками, переулочками, дорожками, если ты что-то несешь, не выходить на широкие улицы. Да, Альберт, но это ты говоришь про, про именно про переход через вот эту вот сомнительную дорогу, условно Садовое кольцо, допустим, да, но по тому мнению, которое говорит, что невозможно сделать РУ в городе, где в принципе такая дорога есть, то эти же маленькие улицы под сомнением. Да, но только если ты сделал ИРУ вокруг города, как в Израиле. Да, Равав прямо вырезал, он каял в оригами, понимаешь? У нас как был ИРУ? У нас сначала был ИРУ только внутри. Можно было бы, кстати, сделать ИРУ только снаружи, но Садовое кольцо невозможно, он разрывал. А потом, потом Рававнер схлопнул эти два ИРУ и час Садового закрыл. Это как бы будем учить с ним вместе. Но, да, ты можешь сделать ИРУ у себя во дворе, ты можешь сделать ИРУ трех улиц своего двора, если они узенькие. То есть, да, маленькие такие территории. Единственное, что, да, вот по мнению устрожающе, что даже если в этих территориях ИРУ в Суратах помогает, только если это, да, там улицы не больше, чем 16 Ама. 16 Ама. Да, но у нас в Москве почти все улицы больше, нет? Да, насколько, кстати, я помню, Раванер с 16 Ама, он считал это как, не помню, устрожал или не устрожал, 5 метров, он умер, 5 метров. давай, вот дорога у нас, да, минимум, условно, 5-метровая в среднем, да, по улицам. И плюс пешеходка. Пешеходка, да. Интересно, пешеходка считается или пешеходка отдельно? Окей, не знаю, не знаю, друзья, мы только начали, мы с вами подкрадываемся, да, потихонечку, хорошо очень идем, понимаем просто для себя какие-то моменты, да, раскрываем, и Бейзрат Ашем обязательно сделаем по окончанию, когда мы закончим это, на следующей неделе в четверг Раванер приезжает, я попрошу его, он вот прям ответит нам уже прям вот действительно по факту Израиль, Москва, Лялен переулок, почему, если он 10-16 метров, как, на что, зачем, и вот, да, поймем, как это работает. Альберт, а ты можешь в двух словах вот самый важный Аллахот вчерашний просто сказать, что было такого важного? Мы сказали, брат, мы говорили про разные лайфхаки, что, во-первых, надо знать, если ты попал в сложную ситуацию, нашел паспорт посреди Садового кольца, знать, что если ты изменяешь образ переноса, это уже Дарабанан. То есть первое, да, это раз, шинуй. Второе, мы сказали, что есть такое понятие, нельзя больше 4-х амот. И мы очень сложно объясняли, что 4 амот вокруг тебя, это если взять квадрат со стороной 2, а мы каждая сторона. Окей, окей. Но мы рассматриваем сторону от диагонали. А диагональ, это, Дима, помогает, сколько мы сказали? 2,76? Сколько мы сказали? 2,59. 2,59? О, закупорок. Да, то есть получается, ты можешь пройти с предметом в кармане меньше, чем 2,59 от той точки, где ты стоял и понял, что у тебя паспорт. Ты про АМА говоришь, правильно? АМО. Нет, я говорю про... Ты сказал, что ты этот вопрос уточнишь, что ты всегда посередине или ты в какой-то момент в краю, в ближнем крае этого квадрата. Да, 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 мы уточнили, мы сказали, но так написано, что мы как будто бы говорим каждый раз, что ты находишься в самом углу этого квадрата и пойдешь по диагонали. Поэтому мы тебе еще добавляем. Поэтому в крайнем случае ты можешь делать 2,5 метра, проходить стоп, 2,5 метра стоп, 2,5 метра даже не АМА, 4 АМА, а ты можешь проходить 2,5 метра, потому что реально у тебя даже больше, чем 4 на 4 АМА, потому что от диагонали квадрата она больше, чем его сторона. И он говорит, что если ты находишься в Кармелит, ты можешь даже изначально воспользоваться этим лайфхаком и взять какую-то вещь и без Ирува донести ее от Ешивы на реальный переулок в пансион, вот так останавливаясь, но по садовому кольцу только дедьяват. То есть нельзя изначально перенести по садовому кольцу, даже останавливаясь по 2,5 метра. Нельзя. Но если ты случайно вынес и понял, и ты стоишь, ты не можешь выбросить паспорт, то ты можешь, полагаясь на это мнение, донести его вот таким вот образом по 2,5 метра по кармелите это не нарушение Дарабанана даже, да? То есть изначально означает... Можно даже для катхила пользоваться этим. А в этом на садовом это будет... Только бедьяват. Если ты уже попал туда, в такую ситуацию, карманы проверил, а там кошелек, крупная сумма, что делать, тогда продолжай идти с остановками каждые 2,5 метра. Выкладывай. Но мы говорили, что еще лучше, если с тобой товарищ, чтобы 2,5 прошел, ты бесеругин, второй прошел тоже 2,5, так пишет Ялкут Юсеф. Потом мы говорили, что... А щеной, щеной носки это как работает? Не надо, не надо щеной носки останавливаться, это анаха. А щеной в идеале вообще это если под кепку положишь, да? И понесешь на голове. Да, да. Или бросишь через спину как-то, да, там закинешь себе в окно. Вот какие-то такие вещи. Это уже доробанан. Но это, конечно, строго. То есть, ну, доробанан, 39 ударов плетью, тоже неприятно. По лицу. Не, по спине, но все равно неприятно. А что лучше, если ты попал на решетер обим, как бы носить каждые вот два метра вот так вот или оставить? Я бы все сделал. Я бы положил под кепку и останавливался бы каждые два с половиной метра. Но положить и выкинуть это не лучшее решение, да? Не, мы говорим, просто что не можешь вывести, такой цадик. Поэтому это и говорят мудрецы. Нет, а если можешь, ну, если можешь, ты тоже делай так. Вот если можешь, да, как бы. Если можешь, конечно, выкини, что бумажка, щепуха какая-то, конфетка, выкини ее. Так это не получится, что ты вынес из Рашюта Яхидна Рашюта Рабиев? я понял, что ты говоришь. Ага, выкидывать. То есть, это не решение. Да, да, ты прав. Это не решение. Это не решение. Ты прав, мы говорили вчера, это у нас был вчерашний урок, я выложу его, мы говорили про Макомптур. Найди Макомптур, не останавливайся, да, найди Макомптур. Хорошо, не нашел, Макомптур нашел, ты, получается, Дарабанан нарушил все-таки? Нет, ничего не нарушил. Можно переносить из общественного владения в Макомптур, и можно из Макомптур переносить в личное владение. То есть, ты вообще можешь это использовать, и целый килограмм картошки, там, не знаю, 100 килограмм картошки вынесли на садовое кольцо. А почему я тогда изначально... А почему я не могу тогда изначально идти и переходить садовое, и знать, что я его поставлю на Макомптур, а потом заберу с Макомптур и зайду обратно на частную. Но это должно быть в близости, брат, ты же не можешь четыре шага пройти. Четыре АМОТ. А, четыре АМОТ не могу. У тебя еще и четыре АМОТ, понимаешь, ты когда встал, вот ты встал, Макомптур, тебе надо Макомптур найти от себя в двух метрах, понимаешь? Если я не останавливаюсь, все равно это нарушение? Все равно нарушение. Это помогает на там ляльных переулках, в кармелитах, вот такие вещи. Не останавливайся, разворачивайся, вернись вешиву, если ты... Это нарушение Деорайта? Где? Ну, если я несу случайным образом и не останавливаясь, несу. Или это пока... Арабим, Решут Арабим. На Садовом Кольце? Да, да. Да, да, это Деорайта, брат. А почему они мне тогда говорят, не останавливайся? Это нельзя, это ты, это не, это если не ты на Садовом Кольце, если ты на кармелите, тоже нельзя четыре шага проходить. Ты нарушаешь запрет мудрецов. Ну, хорошо, а если я на Садовом Кольце, мы вот только осознал, что у меня что-то в кармане. Почему мне не останавливаться? Ну, если я иду дальше... Наоборот, наоборот, обязательно должен каждый два с половиной метра остановиться, сделать анаха и снова пройти, чтобы четыре шага не пройти. Ну, остановка это анаха? Остановка это анаха. И он тоже, кстати, интересно пишет, Алгут Йосеф, он говорит, что, вот он пишет, вот давайте прям прочитаем, смотри, он думал, он успеет до шабата. И наступил шабат. Это у него было что-то что-то у него было в руках. Это что-то важное, все его документы, я не знаю. Первое, если у тебя есть рядом гой, отдай гой, пусть он несет. Если нету гоя, отдай катану, ребенку. Но если этого нет, продолжай идти. И каждый раз меньше четырех шагов останавливайся. Делай остановку. Ну, на пару секунд желательно, там, да, кто, где, дебур, тоже там. Или даже положи эту вещь. О! Видите? Или. Он не говорит, что лучше положить. Значит, остановка достаточно. И снова подбери ее, и снова сделай меньше, чем четыре шага. И так делай, пока не дойдешь, докуда надо. И там уже выложи в эруди. Вот так вот он пишет. Окей, друзья, побежал. Надо лететь. Столько всего. Я всех еще раз всем большой шкуах, что присоединились. Изра, не знаю, получится, как завтра. Не получится. Будем с вами на связи. Из Шаркова, Александра, чтобы присоединились. Все, желаю всем хорошего дня. Мазалтов еще раз, Альбертик. Хазаку барух, мазалтов. Жену поздравь, эстеру, брат. Спасибо. Спасибо. Много вам радости, радости, брат, в семье всегда. Чтобы радовались друг друга самыми лучшими новостями. Амин, амин. Бейзрат Ашем. Жду завтра всех, кто сможет. на сиум. Бейзрат Ашем. Шкоах.